Дизайнерская одежда, украшения и косметика, а также 10 часов лекций на актуальные темы. Второй фэшн-дэй посвящен теме женственности. В эти дни, конечно, приходят девушки, которые интересуются модой и которые хотят просвещаться и знать моду глубоко и со всех сторон. Если видите, у нас спикеры совершенно из разных областей, то есть спикеры, стилисты по украшениям, стилист-мужчина, у нас будет сегодня сексолог, визажист. То есть мы берем тему со всех сторон и раскрываем ее полностью со всей стороны, потому что главное в моде не одежда, а главное полностью образцы, чтобы он был гармоничный и целостный. Этот проект очень хороший, классный, объединяет под одной крышей разных дизайнеров. И теперь, наконец-то, у меня есть возможность пообщаться с ребятами, с кем, когда я жила в городе, у меня не было возможности с ними пообщаться. Такая дружественная атмосфера, мне очень нравится, очень кайфово, кстати, такая прям классная обстановка. Проблема номер один в жизни современной женщины – как сделать эстетичное удобным и наоборот, а также как оставаться ультрамодной, но не привлекать излишнего внимания. Мы стараемся как раз предложить трендовые вещи, но так, чтобы их удобно было носить спокойно каждый день. Например, леопардовый принт. Мы предлагаем его в темно-синим свете спокойно. Например, желтые цветы или жакеты в клетку. Безусловно, это невероятно модно, но мы используем такие цвета, чтобы было комфортно их надеть в офис, потом вечером надеть на вечеринку, в кафе или пойти, например, в этом жакете и в черстяном костюме, например, на площадку с ребенком. В образе человека за женственность отвечает прическа. А чтобы добавить волосам современный вид, эксперты рекомендуют придавать им правильную фактуру или собирать в пучок. Сейчас в моде эффект моклых волос, то есть использование глянца, убранные назад волосы, также не уходят все еще это кудри серфера. Пучки очень красиво выглядят на длинных волосах, но также и на коротких волосах пучки очень интересные. И текстурируемые волосы, текстура на волосах, это очень сейчас модно. Небрежность. Суровые реалии сегодняшнего дня требуют от нас быть компетентными во многих областях. Мало уметь себе делать макияж, важно успевать следить за его тенденциями. Макияж не может быть отдельно от моды, он всегда как такой завершающий, как вишенка на торте. Самая частая ошибка, ну, наверное, это брови. Брови сейчас, тем более, они такой, точнее, они всегда были в тренде, сейчас на них особый акцент. Вот поэтому, если бровь на лице не имеет форму, то, конечно же, она сразу создает не очень ухоженный вид. Поэтому самое главное, это, конечно, кожа и дрови, самое основное. Как уже было отмечено не раз, мода – это не только про одежду. Именно поэтому возник такой формат общения, который позволяет получить знания в разных областях и изменить себя к лучшему.